Вот такие сегодня ко мне пришли ручки, будем их преображать, будем наращивать ногти на гелевые типсы и сделаем сногсшибательный дизайн. Итак, мы уже обработали ручки и первое с чего стоит начать это забафить ногтевую пластину, убрать глянец, чтобы искусственное покрытие хорошо держалось на натуральных ногтях. Далее апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Обратите внимание, какая здесь кутикула, местами она прямо деревянная, ни в коем случае не нужно ее запихивать под кожу, оставляем так как есть на ногте, будем с ней работать фрезой. Я взяла фрезу с синей насечкой диаметр 0,23 торговая марка КМИС. И чтобы не закопаться в этой ороговевшей коже, мне необходимо ее немножко расчистить себе площадь, чтобы можно было спокойно выполнить маникюр, не закрутившись, не зацепившись за эту грубую кожу. Работаю очень аккуратно, маленькими шажочками. Аппарат у меня сейчас стоит примерно на 15-18 тысячах оборотах, движение поверхностное, ни в коем случае я не давлю на фрезу. Моя задача сейчас очистить ноготок от птериги, приподнять кожу, сделать небольшой кармашек, зашлифовать боковые валики, чтобы у нас получился чистый маникюр. Итак, обработала все ногти в одну сторону, переключила направление вращения фрезы и прорабатываю вторую сторону. Такая ситуация с кутикулой происходит, когда не уделяя должным образом внимания своим ручкам, когда какую-то домашнюю повседневную работу делают без перчаток, когда на улице по морозу ходят без перчаток. Таким образом, наша кожа пытается защитить ногти от воздействия внешней и окружающей среды и наращивает птериги, наращивает вот эти амазолелости, пытаясь защитить наши ноготки. Моя задача сейчас убрать все амазолелости, все ороговевшие частички кожи. Один из самых важных этапов коррекции ногтей в покрытии гелаком это маникюр. Без чистого маникюра у вас не будет ровного красивого покрытия, у вас не будет ухоженных красивых рук. Руки должны выглядеть красивыми и через день, и через два, и через неделю. Поэтому маникюру нужно выделять достаточное количество времени, делать его аккуратно и чисто. Обработала все правые стороны и дальше перехожу к срезу кутикулы. Ножницы у меня от Silver Star. Срезаю кутикулу, ту, которую я могу подцепить, которую можно срезать. Далее у нас будет наращивание ногтей, поэтому на этом этапе очень уж чистый маникюр делать не обязательно. Срезаю кожицу, которую могу срезать, а зашлифовывать уже буду кутикулу после наращивания ногтей. Перед наращиванием либо покрытием обязательно нужно обезжирить ногтевую пластину. Я использую обычный спирт. Посмотрите, как за считанные секунды он высыхает на воздухе, и ногти становятся матовыми. Ногти буду наращивать на гелевые типсы, подбирая формы ко всем ногтям. И несмотря на то, что контактная зона здесь матовая, я все равно прохожусь бескислотным праймером. Оставляя все подготовленные типсы в сторонке, тем временем покрываю ногти раббер-базы от Блум. Тонким слоем покрываю весь ноготок, не оставляя непрокрашенных участков. Это, пожалуй, самый быстрый, удобный и любимый способ наращивания ногтей. Беру типсу и наношу капельку той же раббер-базы от Блум. Плотно прижимаю типс к ногтю и прошу модель посветить сверху фонариком. Буквально 5-8 секундочек и отправляем все на просушку в лампу. Пока одна рука сушится, я готовлю следующую типсу. Также наношу капельку базы на типсу, прижимаю и сверху модель по команде присушивает ногти. Теперь нам нужно немножко убрать длину. Кусачками я срезаю номерок на типсе и дальше пилочкой зашлифовываю сверху ноготь. Можно также сверху просто пройтись праймером. Следующим этапом мне необходимо спилить вот эту маленькую ступеньку от типса к натуральному ногтю. Я использую маленькую твердосплавную фрезу по одной минутке на каждый ноготь и приступаем к следующему этапу. Дальше у нас не будет никакого опила, поэтому я спокойно могу уже привести кутикулу в порядок. Шлифую ее шариком диаметром 5 мм с синей насечкой. Переходим к дизайну. В дизайне у нас сегодня будет стемпинг, черный лак от Свенки, пластина с животным принтом от Свенки номер 11. Наношу краску на пластинку, забираю рисунок штампом и переношу на ноготь. Рисунок наношу чуть выше середины ногтя, так как типсы прозрачные, мне необходимо немножко замаскировать натуральный ноготок, чтобы его не было видно. Таким образом я наношу рисунок на все ногти. Вам уже интересно, что будет дальше? Получается такой яркий контрастный рисунок, но мы его немножко разбавим. Для того, чтобы лак от стемпинга у нас не размазался в дальнейшей работе, перекрываю все топом для стемпинга от Свенки. Дальше я взяла гель-лак номер 510 от Фиоры, такой розовый блестящий переливающийся цветник. Тонкой кистью наношу гель-лак у кутикулы и распределяю его до середины ногтя. Если вам будет удобно сделать эту кистью из флакона, так даже получится быстрее. Далее беру кисть гребешок и в технике градиента растягиваю этот блестящий гель-лак чуть ниже середины ногтя, перекрывая натуральный ноготок. Уже выглядит все интересно, особенно мне нравится, как смотрится прозрачный свободный край. Дальше я взяла цветной топ Вуаль от Z-Color розового оттенка. Вместо топа можно использовать полупрозрачную базу или гель, кому как нравится. Но хочу сказать, что в таком исполнении можно использовать даже и топ. От кутикулы прокрашиваю ноготь, не доходя до конца свободного края. Делаю такую подложку, затем ставлю каплю и распределяю ее по всему ногтю, чтобы у нас получилась такая дымка. Тем самым можно этим же топом выстроить небольшой апекс. На самом деле производители сейчас делают такой материал, что топом теперь у нас считается не просто финишное покрытие, но а также цветник. Ну и как в моем случае, использую его в качестве дизайна. Сделала такую небольшую дымку, растяжку на всех ногтях. Переворачиваю обязательно ноготок, чтобы материал сцентровался. И затем все просушиваю в лампе. И конечно же в конце перекрываю все топом. Не забываю прокрасить обратной стороны ногтей. Посмотрите, как интересно смотрятся торцы. Ну и давайте вспомним, какие руки ко мне пришли. Вот такие были каратыши. И вот такие красивые, интересные, яркие ногти мы сделали. В этом дизайне можно использовать абсолютно любые оттенки. Пишите, как вам такое преображение. Я буду ждать ваши ответы в комментариях. Ставьте лайк этому видео. И спасибо, что заглянули на канал. Всем красивых ноготков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok